Знаете, как начиналась космическая гонка живых существ? Первым человеком был Гагарин, первым животным – собака-лайка, а первым родителем за пределами Земли – кто бы вы думали? Таракан. Да, именно эти вечные спутники человечества умудрились первыми оставить потомство в космосе, еще в 2007 году. Но речь сегодня не о них, а о настоящих космических испытателях – муравьях. 11 лет назад 8 муравьиных колоний отправили на МКС. Три дня пути, и вот они уже на орбите, в своей персональной космической ферме с видом на Землю. Ученые гадали, смогут ли муравьи привыкнуть к невесомости, и что с ними вообще будет. Спойлер – смогли. Не без трудностей, конечно, но все же справились с полетом и вновь показали свою удивительную адаптивность. Сегодня поговорим о полетах муравьев в космос. Как устроены космические эксперименты? Зачем муравьев отправляют в космос? Как они ведут себя в невесомости, и чем муравьи помогают исследовать космическое пространство? Когда мы слышим про космос, на ум приходят космонавты, ракеты и звездные пейзажи. Но в 2014 году на МКС отправились куда более необычные пассажиры – 800 муравьев вида Тетрамориум каэспитум. Да, тех самых, что ползают у вас между грядок. Но тогда эти мелкие насекомые внезапно стали частью космической программы. Эти муравьи – не просто космические туристы. Их миссия была круче, чем у базы Орлина, ведь они стали живыми моделями для создания будущих космических роботов. Ученые хотели подсмотреть, как муравьиная колония самоорганизуется в условиях космоса. 9 января 2014 года корабль «Сингус» взял курс на МКС. В Грузии не только муравьи, но и огромное количество других исследований. В космосе муравьи парили в невесомости, цеплялись за стенки и пытались строить маршруты. Все это транслировали на Землю в прямом эфире. А для чистоты эксперимента точно такие же фермы оставили и в лабораториях на Земле, чтобы было с чем сравнивать. Муравьи выжили, данные были собраны. Но главное, что их система не сломалась целиком. Движение замедлилось, маршруты стали хуже, но сам алгоритм муравьиной колонии выжил. На Земле муравьи – настоящие мастера многозадачности. Гравитация для них не просто сила, а встроенный строительный уровень. Именно она диктует, как рыть туннели строго вниз или выстраивать вертикальные пути. Но это еще не все. Некоторые виды, вроде пустынных муравьев катаглифы Снода, превратили магнитное поле Земли в собственный GPS. Они не только чувствуют его, но и адаптируются к изменениям, перестраиваясь на лету. А, например, их сородичи из засушливых регионов доверили Солнцу. Муравьиный мозг – это природный суперкомпьютер, где гравитация, магнетизм и свет становятся компонентами для идеальной ориентации. Но наиболее важная особенность муравьев – это феромоны. Феромоны – это не просто химические сигналы, а целый язык, на котором написаны все их инструкции. Где найти еду, как избежать опасности или куда бежать в случае тревоги. На Земле эти сообщения аккуратно оседают на поверхности, создавая четкие маршруты, словно дорожные указатели. Но в космосе все пошло иначе. Без гравитации феромоны не оседали, а зависали в воздухе, превращаясь в хаотичные облака. Представьте, что все дорожные знаки вдруг залетали и закружились вокруг. Именно так чувствовали себя муравьи на МКС. Они натыкались друг на друга, кружили на месте, а поиск крошки еды превращался в многочасовой квест. Если на Земле колония за минуты выстраивает слаженный конвейер, то в невесомости даже простые задачи становились испытанием. Разумеется, муравьи в условиях почти полной невесомости начали парить в воздухе. И это был не просто визуальный курьез. Потеря контакта с Землей дезориентировала их, как если бы у человека внезапно исчез пол под ногами, а стены начали бы двигаться. Социальные ритуалы, взаимная чистка, передача пищи и строительство давались с огромным трудом. Ситуацию усугубляли потери. Часть муравьев погибла еще до старта, от стресса. Другие не выдержали условий полета. Колония, потеряв членов команды, будто забыла все алгоритмы. Оставшиеся насекомые двигались осторожнее, избегали зон, где раньше кипела работа. На МКС в результате экспериментов погибло больше муравьев, чем в аналогичных контейнерах на Земле. Эти потери были зафиксированы, и их влияние на поведение оставшихся муравьев учли при анализе данных. В космосе муравьи остались без своих привычных шпаргалок, ни гравитации, ни магнитного поля, ни Солнца. Ориентироваться в таких условиях оказалось сложнее, чем найти выход из лабиринта завязанными глазами. Ученые заметили странную закономерность. В невесомости муравьи реже меняли направление. На Земле бы они уже раз десять отбежали всю арену. А тут большие участки остались нетронутыми, словно муравьи боялись отдалиться от группы. Но даже с отключенным внутренним компасом и расплывчатыми феромонами муравьи не превратились в хаотичную толпу. Они продолжали работать сообща. Да, медленнее, да, примитивнее, но все же, как единый организм. Вот у котиков, например, явно похуже получалось. Муравьи яростно цеплялись за поверхности, будто понимали, что потеря контакта с Землей равносильно провалу задачи. Этот биомеханический ад не просто зрелище. Для робототехников он может стать золотой жилой. Представьте дроны, которые, как муравьи, смогут цепляться за неровные поверхности и плыть в невесомости. Казалось бы, эксперименты с муравьями в космосе подошли к логичному завершению, и точка была поставлена. Но на самом деле все только начиналось. В 2020 году школьники и студенты из подмосковного Королева решили, что муравьи в космосе – это не просто эксперимент, а уже готовое пособие для космической робототехники. Помните тех самых муравьев-первопроходцев, о которых мы говорили? Тогда ученые скромно говорили, может, когда-нибудь их алгоритмы пригодятся для роботов. Так вот, 6 лет спустя эта фраза превратилась в проект под названием «Ларец» – аппарат, где муравьи из подопытных внезапно стали реальными испытателями с реальной миссией. Ученики подмосковного Кванториума и студенты технологического университета загорелись вопросом. А что, если подсмотреть у природы готовые решения? Их внимание привлекли муравьи. А именно тем, что муравьи могут тащить грузы гораздо тяжелее себя. Некоторые виды вообще могут поднимать вес в тысячи раз больше собственного. Ученые тут же подхватили идею. Так, насекомые из обычных садовых муравьев превратились в биоинженерный эталон для микророботов будущего. В 2022 году аппарат «Ларец» отправился снова на МКС, чтобы проверить, как муравьи справляются с жизнью в невесомости. Эксперимент позволил собрать новые данные о том, как муравьи организуют работу в космосе. Муравьев поселили в специально разработанные микрокамеры, которые имитировали их естественную среду. В условиях невесомости муравьи продолжали выполнять повседневные задачи, а королевы поддерживали структуру колонии. Эти эксперименты не просто научное любопытство. Они действительно могут стать основой для революции в робототехнике. Представьте микророботов, способных чинить обшивку МКС в открытом космосе. Все это не фантастика, а реальные перспективы, которые рождаются из наблюдений за муравьями. Это называется биомиметика. Ученые буквально подсматривают что-то у природы. Как муравьи кооперируются без центрального управления. Как выживают в экстремальных условиях. И как переносят грузы гораздо тяжелее себя. Эти лайфхаки уже вдохновляют на создание технологий. Муравьи – это живые учебники по инженерии, написанные миллионами лет эволюции. И мы открыли первую страницу и только начинаем их изучать. Эти истории о том, как муравьи стали соавторами технологий. Их алгоритмы кооперации уже вдохновляют создавать правила дорожного движения, или алгоритмы доставки. И, конечно, программы для роботов. Муравьи зачастую считаются всего лишь мелкими вредителями, от которых нужно непременно избавиться. И только такая точка зрения сидит в головах у очень многих людей. А вышло так, что муравьи оказались ключом к технологиям. Теперь очередь за нами. Превратить наработки в роботов, которые спасут жизни при катастрофах, починят ракету и, возможно, даже заглянут в те уголки Вселенной, куда человеку путь закрыт. И кто знает, может через сто лет на борту первого корабля к Альфа-Центавре мы найдем не только людей, но и потомков тех самых муравьиных алгоритмов. До новых выпусков!